Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня у нас новая серия на проекте Amazon Freeplay. Сегодня будет интересное видео, но разговорное. В этом видео мы обсудим вторую часть обновления, которое должно скоро выйти. Я вам покажу, что там добавят, мы это обсудим, я выскажу свое мнение, поэтому смотрите видео от начала до конца. Также не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Кто не смотрел прошлую серию по Амазингу, советую всем посмотреть, потому что вот эта машина, которую вы сейчас видите у себя на экране, она может достаться вам. Но вам всего лишь нужно добить 100 лайков на прошлом видосе. Поэтому, кто не смотрел, быстро переходите в описание, там будет ссылка на это видео. Переходите, смотрите и ставьте лайки. Также не забывайте вводить мой промокод, пишите вместе Капсом Кирилл Гейм. На пятом уровне вы получите 50 тысяч, на десятом уровне вы получите 100 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом сервере Амазингулиплей. Желаю всем приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Как вы поняли, сегодня у нас будет разговорное видео, связанное с обновлением, которого мы все ждем. Это, получается, будет вторая часть обновления, которая вышла недавно. И нам показывают некоторые скриншоты. Я на них посмотрел и сделал для себя выводы. И хочу своим мнением поделиться с вами. Я надеюсь, что вам это видео будет интересно, потому что мне нравится снимать такие видосы. Как бы с вами поразговаривать, пообсужать что-то. Вы также можете написать свое мнение в комментариях, кто вы об этом думаете. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Сразу хочу вам сказать, что я не хейтер проекта. Мне нравится Амазинг, я здесь играю давно. Я ни в коем случае не хочу обидеть этот проект, либо захейтить, обосрать им и так далее. Я просто высказываю свое мнение. Я высказываю то, что я вижу. Вот и все. Здесь у нас показано то, что можно будет покупать всякие музыкальные инструменты. Возможно, не только музыкальные инструменты. И можно это все будет размещать у себя дома. Я считаю, что это круто, потому что, ну, да, у них класс интерьер дома. Но там все-таки хочется что-то свое сделать. И то, что они добавят вот такую возможность вешать гитары на стену, ставить пианино. Это реально круто, не спорю. Это реально круто, но мне интересно, сколько это будет стоить. Потому что я так заметил, то, что разработчики, либо руководители, у них какая-то привычка постоянно цены завышать. Потому что занижение машины стоит почти 2 миллиона. Где вы такие цены видели в реальной жизни? В реальной жизни таких цен вообще никогда нет и быть не может. Это раньше, если пневму поставить, может быть 2 миллиона она будет стоить. Но, блядь, занижение машины 2 миллиона практически, там, лям 750. Я считаю, что это очень дорого. А развал вообще стоит 3 миллиона 500. Я не знаю, где они эти цены берут, но реально такие цены просто ебанутые. Поэтому надеюсь, что цены на это будут не очень большие. И все смогут себе это позволить поставить дома. Итак, вот следующий скриншот. Это, получается, интерьер дома. Я так понял. Это дом из GTA 5. Я не знаю, типа, ну, зачем они это делают. Да, это прикольно, то, что они берут там всякие приколюхи из GTA 5. Но, блядь, КРМП никак не станет никогда GTA 5. Да, я не спорю, это охуенный интерьер, типа, ну, там, двухэтажный, по-моему. Или трехэтажный дом. Хотя, непонятно, какой он здесь будет. Типа, ну, и непонятно, где этот интерьер, типа, ну, взять можно будет. Либо это будет интерьер на Рублевке. Либо нужно будет отдельно его покупать. Вообще, нихрена не понятно. Но интерьер пиздатый, не спорю. Мне нравится. Это интерьер из GTA 5. Я не помню, какой именно это дом. По-моему, это дом Майкла, по-моему, если я не ошибаюсь. Да, это круто, то, что они берут интерьер из GTA 5. Но, блядь, как-то это немножко нелепо смотрится. Потому что КРМП никогда не станет GTA 5. Если ты хочешь в GTA 5, ты пойдешь только и будешь играть в GTA 5. Зачем из КРМП делать GTA 5? Ну, это вообще пиздец, пацаны. Ну, нахуя? Не, не спорю, интерьер классный. Не спорю, мне нравится. Ну, блядь, ты такой смотришь, думаешь, ну пиздец. Мы же как бы в России живем. Нахуя добавлять интерьер американский? Ну, нахуя? Я не понимаю, серьезно. И непонятно, где он вообще будет, сколько он будет стоить. Нихуя не понятно, вообще, абсолютно. Ну, реально, вот посмотрите на интерьер обычный, который сейчас есть на Мазинге. И на этот. Ну, это пиздец, ну нахуя? Ну, нахуя? Блядь, это ж не КРМП, это уже GTA 5. Это Америка. Зачем Америку добавлять в КРМП? Делайте лучше свои интерьеры и все. Русские интерьеры там, ну, элитные какие-то интерьеры. Ну, зачем брать американские интерьеры и добавлять их в КРМП? Мы, блядь, что в Америке живем, в КРМП или где? Вот у нас следующий скриншот. Это, я так понял, баня будет. Конечно, не элитная какая-то банька, потому что тут уже краска вот облазит. Потолка, я так понял. Вот пивко стоит, веники. Вон там, походу, баня уже идет. Не, ну, симпатично. Не спорю. Они, походу, решили все-таки обновить, наконец, интерьер бани. Я, как бы, рад за них, что они это решили сделать. Потому что интерьер бани ему уже много точно есть. Вот интерьер бани, он очень старый. И его срочно нужно менять. И, видимо, они решили это сделать. Ну и последний скриншот. Блядь, вот это, конечно, не знаю, пацаны. У меня тут двоякие, знаете, мысли насчет этого. Получается, это будут новые аксессуары. Очень дорогие, как они написали. Они будут стоить, я не знаю, сколько. Но, думаю, лямов 5 минимум. Это минимум лямов 5. Они, походу, хотят как-то экономику восстановить. И вот эти побрякушки, они будут стоить до хуища денег. Может 10 миллионов, может 20 миллионов. То есть, вот эту хуйню себе сможет позволить не каждый. Именно мажор. Это сделано для мажора, у которых там по 100 лямов, по 200 лямов, по 500 лямов и так далее. Типа, если у вас 10 лямов, вы не мажор. Мне кажется, вот эта хуйня будет очень дорогая. В чем косяк, пацаны? Я лично думаю, в чем косяк. Ну, вот эту хуйню какую-то купить. Любую. Любую. Рыжик, вообще, ему похуй будет. Ему будет похуй просто. Понять, что у мажор по этой хуйне смогут только, ну, те, кто шарит в этом. Те же самые мажоры. Обычные игроки, им просто будет похуй, понимаете? Им похуй будет вообще. Вы скажете, у меня вот цепочка. И они скажут, ну, и шо, ебать? Ну, им похуй будет. Потому что они не понимают этого. Вот эти побрякушки все будут понимать только мажоры. Мажоры будут понимать мажоров. И все. Как бы, мажоры будут просто письками мериться между собой. И все. Сколько это будет стоить? Я не знаю, но они написали, что это будет стоить очень дорого. Очень дорого. В плане очень дорого, это может быть по-разному. 10 лямов. 50. Прикиньте, если она будет стоить 50 лямов. Как бы, здесь, если видите, золотые, есть серебряные. Как бы, есть всякие приколюхи. Череп там есть, какие-то надписи есть. Типа, карты, туда-сюда. Ну, понятное дело, что золотые будут дороже, чем серебро. Ну, в принципе, как и в реальной жизни. Но я считаю то, что это нахуй не надо, пацаны. Лучше добавьте стробоскопы, добавьте тонировку. Добавьте просто хороший тюнинг на машины. Обновите модпак. Добавьте пиздатые машины. И все. И будет все охуенно. Я не знаю, как оно будет смотреться. Но мне кажется, если вы купите вот эту хуету, цепочку. То ее вообще практически видно не будет. Особенно сдалека. Ну, типа, блядь. Вы же не будете так всматриваться, блядь, в персонажа другого игрока. Чтобы посмотреть, какая же у нее там цепочка, блядь, висит. Ну, серьезно. Мне кажется, цепочку толком видно не будет. Вам придется присматриваться, там, блядь, сука, бинокль вот так брать нахуй, смотреть. Ну, задумка прикольная. Типа, ну, бабки можно сбагрить, типа, у мажоров. Которые будут эту хуйню покупать. Не исключаю. Возможно, я тоже эту хуйню куплю. Если у меня деньги будут. Я не спорю. Я не спорю. Как бы пробовать нужно все, если есть возможность. Но мне кажется то, что, ну, во-первых, никто не будет этого понимать. Вообще, что это за хуета. И всем будет похуй. Хоть вы потратите там 50 миллионов на эту пабликушку. Всем будет похуй. И почти 90% людей не будут понимать, что вы ее купили и вы мажор. Во-вторых, мне кажется то, что эта штука, толком ее видно не будет. Ну, серьезно. Ее толком видно не будет. Особенно вот это обычное, мне кажется. Возможно, там с черепом, всякой хуйней будет видно. Но обычное, мне кажется, вообще не будет видно. Типа, ну, просто какая-то хуйня у вас на шее висит и все. Многие могут подумать, что это со скином шла хуйня и все. Понимаете? Ну, вот в чем прикол. Ну, вот, в принципе, все, что я вам хотел сказать. Повторюсь, пацаны, я не хейтер. Я просто высказал свое личное мнение. Как бы высказывать свое мнение, я думаю, это не запрещено. Это нормально. Как бы, что я вижу, то я высказал, в принципе. Возможно, кто-то со мной согласен. Возможно, кто-то не согласен. Как бы, это ваше дело. Что я еще хотел сказать. Вот, реально, разработчики, руководители, если вы вдруг смотрите мое видео, хотя это маловероятно, пожалуйста, сделайте нормальное обновление. Вот, уже почти закончился июнь. Сделайте нормальный модпак. Вы добавили всего лишь одну машину, Audi R6. Блядь, добавьте уже Geek 4x4, который вы нам показывали. Ну, не вы нам показывали, модпакеры их показывали. Ну, добавьте уже Tesla Cybertruck. Добавьте уже, там, Corvette новый, добавьте. Добавьте уже новые машины, блядь. Ну, серьезно, уже почти середина лета, а вы до сих пор нормально модпак не обновили. Добавьте охуенный тюнинг на машины, стробоскопы, тонировку. Винилы новые сделайте, наконец-то, нормальные, сука, на машины. Сделайте нормальные винилы. Я вас прошу просто. Реально. Потому что винилы вы, сука, давненько не обновляли. И хочется уже реально пиздатые винилы посмотреть. Реально хочется пиздатые винилы посмотреть. Что я еще хотел сказать. Вот вы стараетесь, там, добавили мероприятия новые, подарки, дуэли добавили. Но, сука, почему онлайн не поднялся? Вы заказываете регулярно рекламу. Но почему онлайн не поднимается? Почему вас обгоняет родина? Вот реально вас стабильно вот так просто... Блядь. Извиняюсь, вы упали немножко, девочки. Сейчас все будет. Надеюсь, меня будет видно нормально. А что я хотел сказать. Вас стабильно просто вот так вот родина ебет. По онлайну. По онлайну она съебет просто. У меня вот скриншот есть, который я делал пару дней назад. И так происходит постоянно. Почему вы пускаете обновы, онлайн не поднимается? Даже те же подарки вы добавили, сервак забитый не был. Добавьте уже что-то реально годное. Просто если родина выпустит глобальное обновление, это все. Она просто улетит по онлайну далеко и надолго. Потому что там реально глобальные переделки, там новая карта, новые системы, новые работы. И реально просто, ну, родина улетит в космос по онлайну, и вам будет сложно их догнать. Я люблю оба проекта, и родину, и Амазин. Хотя Амазин со мной не сотрудничает. Вы можете думать, что вот тебе родина платит, и ты так поэтому оскорбляешь Амазин. В скобочках. В кавычках точнее оскорбляешь. Я люблю оба проекта, как бы, Амазин для меня тоже родной проект, потому что я здесь играю 5 лет, если не больше. И я поднял канал за счет Амазин, как бы, я этот проект люблю, уважаю. Родину я также люблю и уважаю, потому что родину я снимаю, по-моему, 3 года. Как бы, это для меня 2 родных проекта. Что мне там нравится играть, что там мне нравится играть. Я на обоих проектах играю. Стабильно, одинаково. Там поиграл 2 часа, там поиграл 2 часа. Как бы, мне 2 проекта этих травятся. Я реально от них кайфую. Вот, в принципе, и все, что я хотел вам рассказать. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите свои мнения в комментариях. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok